Универсалы уже давно завоевали Европу. Жители Старого Света не очень понимают, зачем надо покупать седан вместо «сарая». Ведь универсал гораздо практичнее, можно легко отправиться в путешествие всей семьей, перевезти покупки из «Икеи» и так далее. Россия же остается страной седанов. Но мы уверены, это лишь потому, что производители не продают у нас такие машины в достаточном количестве. В бюджетном сегменте свои «сараи» есть только у «Лады», но если человек хочет ездить на модели другой марки. По мнению редакции automail.ru, один из самых удачных универсалов в бюджетном сегменте мог бы получиться у Volkswagen. Немцы могли бы начать выпуск универсала на базе пола, причем это не потребовало бы слишком больших затрат. Зато позволило бы немцам выйти в новый сегмент рынка и нанести серьезный удар по конкурентам. От выпускаемого сейчас пола новый автомобиль отличался бы не только иным кузовом. Наверняка, у него был бы увеличен задний свес, что сделало бы багажник больше. Кроме того, уменьшилась бы погрузочная высота, появились крупные колеса для более гармоничного внешнего вида, а ниша номерного знака переместилась бы с бампера на крышку багажника. Сейчас седан пола стоит в России от 848 тысяч рублей за «голую» машину без кондиционера и с мотором мощностью 90 сил. Однако универсалы бы по традиции продавались в средних и богатых комплектациях, поэтому стартовая цена на эту модель составила бы от 970 тысяч рублей. И теперь вопрос, а согласно купить такой универсал за миллион? Или есть другие альтернативы?